всем привет вы на канале хлопоты жизни сегодня будет не совсем обычное видео я буду озвучивать его за кадровым голосом потому что у нас на участке как вы видите работает экскаватор и звуки от него такие что мама дорогая пришлось их заглушить но периодически я буду включать живой звук но рассказывать буду со стороны и так что у нас происходит сейчас сейчас мы достраиваем наш многострадальный сарай о нем как-нибудь следующий раз покажу что у нас получилось и проводим воду в дом от колодца до этого у нас была прорыта небольшая траншея именно под домом а теперь нужно вырыть траншею на участке для этого мы пригласили нашего знакомого дядю колю тракториста так мы его зовем вот дядя коля нам очень часто помогает вот видите как раз траншея которая из-под дома выходит и теперь наша задача вырыть траншею на участке вот уже столько земли откопали участок достаточно маленький трактору не развернуться не повернуться с одной стороны дом с другой стороны наша клумба и еще теплица мешает которую мы установили прошлой осенью это видео будет не совсем обычное как провести воду в частный дом вы можете посмотреть на видео а тем временем чтобы вам не было скучно смотреть на работающие экскаваторы земельные работы я расскажу вам нашу историю и что тут вообще происходит нашей даче идет третий год она у нас совсем молодая купить участок нас подвиг всем известный вирус в 2020 году покупка состоялась на следующий день после того как наш президент сказал всем сидеть дома с тех пор у нас началась новая жизнь мы расчищали участок сажали деревья обедали на пеньках под сосной а в перерывах между этим мы мотались по строительным компаниям в надежде что нам построят дом на наш ограниченный бюджет главной нашей ошибкой было желание обзавестись домом срочно в срочном порядке в этом же году мы надеялись построить его в тот же год но финансов нам не хватило осенью нам все-таки поставили каркас закрытый контур снаружи кажется что дом есть но внутри не стен не потолка не пола также у нас на участке появилась маленькая бытовка которой мы сейчас как раз таки пристраиваем наш сарай у нас получится такая маленькая бытовка с большой пристройкой вот как раз таки эту бытовку мы и стали обживать осенью осенью нам построили наш каркас и нашу бытовку осенью и уже на следующий год на второй год стояла задача обзавестись водой на участке потому что ее не было и по возможности достраивать наш дом тут нужно сказать что дачей занимаемся только я и мама и две женщины без мужской помощи поэтому все делается намного дольше и сложнее во второе лето нам удалось с третьего раза обзавестись колодцем первый раз нам рыл колодец вот именно этот экскаватор глубина того колодца была в районе 5 метров собственно насколько опускался ковш настолько и вырыли но до воды мы так и не дошли постояли мы вокруг этой здоровенной ямы но на самом деле очень страшно было смотреть в эту глубь ночью мы решили мы ее зарыть от греха подальше потому что воды все равно не набиралось второй раз мы вызвали мужчину который рыл колодец нашим соседям пару лет назад и вроде как он согласился сказал хорошо показывайте сами место все равно где рыть мы ему указали место он начал рыть вырыл он мне кажется даже метра не вырыл но может метр был хорошо и отказался рыть сказал вот вашим соседям я рыл у меня тогда инструменты другие были сейчас у меня их нет у вас тут глина извините до свидания в итоге яму нам опять пришлось закапывать причем уже самим с третьего захода приехали ребята указали нам место где будет стоять наш колодец мы скрипя сердцем согласились потому что у нас там стояла слива если даже честно сказать мама чуть-чуть передвинула эту палочку потому что ребята сказали выкапывать сливу вот мама от сливы чуть-чуть передвинула палочку чтобы ее не выкапывать вырыли колодец рыли они его ровно сутки не отходя от него лопатами и у них все получилось у колодца нашего глубина 13 колец не удивительно что мы на 5 метрах не смогли найти воду также во второй год после строительства нашего колодца мы обзавелись септиком тоже из бетонных колец делали септик я и дядя коля с помощью все того же экскаватора ну и наших рук в итоге у нас по и получился септик три камеры в каждой по три бетонных кольца и того 9 бетонных колец и уже поздней осенью мы поставили теплицу вообще теплица задумывалась как сюрприз маме но сюрприз не получился пришлось рассекречиваться потому что участок под теплицу был не готов и из-за того как раз таки что я хотела сделать сюрприз пришлось готовить участок буквально за ночь до приезда нашей теплицы в общем люблю я организовать какие-то проблемы сама себе молодец ссылки на ролики про септик и про теплицу и про колодец будут в описании к видео в доме за этот год нам ничего не удалось сделать а если точнее то дом потихоньку стал превращаться в сарай тяпки лопаты грабли ведра просто заполонили весь дом на этот наш третий год на даче в планах опять была стройка стройка нашего дома но чтобы начать хоть что-то делать нужно было освободить дом то есть нужен был сарай ну и как я уже говорила в начале видео в доме у нас толком нет пола изначально мы уложили просто доски в коридоре ну собственно с этого и начался наш сарай в доме и чтобы начать делать пол нормальный нужно освободить дом для этого нужен сарай и также нужно было завести все коммуникации в дом в прошлом году когда мы делали септик мы уже завели в дом канализационные трубы сделали разводку и прорыли под домом траншею для воды из колодца я не знаю будем ли мы жить зимой в нашем доме или может быть будем приезжать но мне изначально хотелось сделать зимний водопровод чтобы мы могли туда приезжать и зимой оставаться там поэтому мы вызвали экскаватор чтобы он нам прорыл достаточно глубокую траншею под домом прошлой осенью мы прорыли траншею ну метра полтора наверно но к сожалению за зиму земля обвалилась копать под домом крайне тяжело там очень маленькое расстояние это раз а во вторых глина и я решила утеплять трубы в уже имеющиеся траншеи с помощью пенопласта и пеноплекса также на трубу у нас были куплены специальная шуба то есть изначально я это все утепляла в шубу потом все это закрывала в пенопласт но об этом позже на данный момент на видео вы видите две трубы проложены в сине в синяя труба это для воды специально купила дорогую хорошую трубу пендешную в черной трубе пропущен кабель для насоса это наш первый день так случилось что сначала мы не могли найти перфоратор потом с горем пополам мы его нашли перфоратор нам нужен был для того чтобы пробурить дырки в бетонных кольцах колодца чтобы туда пропустить наши трубы но найдя перфоратор я не смогла найти бур поэтому нам пришлось не закончив работу засыпать все у нас все всегда не слава богу по другому не скажешь всегда приходится откладывать все на второй на третий день вот чтобы экскаватору проехать он здесь крутился и метровал между нашей клумбой теплицей и домом с горем пополам разворачивался вот пришлось ему все засыпать чтобы уехать и все это дело у нас отложилось даже не на следующий день а на следующие мои выходные всем привет и эта неделя у нас выдалась очень хлопотная нас неделю не было на даче у нас полностью сварились помидоры в теплице что кто-то не открыл теплицу и по плану у нас уже практически построен наш сарай пристройка по плану мы сегодня доделываем нашу воду проводим ее в дом вот сейчас мы смите идем за перфоратором машину скоро приедет трактор где коли нам помогает проводить воду в дом мама расстроенная в теплице с помидорами сарай почти достроен на днях нам должна приехать крыша заказали металлочерепицу на нее скидка была но все равно в общем и целом у нас крыша сарая обошлась нам дороже чем мы рассчитывали 30 тысяч обошлась нам крыша сарая это конечно дороже чем я думала также уже приехала краска который мы заказали для сарая парижская зелень цвет мы хотели в цвет дома покрасить сарай и бытовку но к большому сожалению нужного нам цвета не было пришлось выбирать из того что есть в наличии еще и поначалу уперлась почему-то в 20 литровую тару что мне надо 20 литров выходит и тресни а потом вот я сейчас все иду это я все иду до машины сколько мы с вами разговариваем потом я подумала как я их потащу эти 20 литров не в итоге взяла двухлитровыми баночками это будет легче носить и это будет легче держать и красить едет наш трактор а вот наш перфоратор все идем работать снимая видео попросили снять видео трактор приехал дядя коля в доме собаки скулят потому что их нельзя выпускать пока трактор здесь я снизу видео снимаю здравствуйте дядя коля причем не снимает мама попросила видео снять не надо видео показывать никому мама его на youtube будет выкладывать мама вот выкладывает там как едет она поэтому по трассе чего погорели все мне кажется это не самое интересное специально оставила вам кадры которые снял митя потому что это большая редкость чтобы он себя еще и снял на камеру ну да чуть-чуть дергаются и так мы принялись за работу дядя коля сверлит отверстие для наших труб мы пробурили наши колодцы запустили туда трубу по которой пойдет вода запустили туда трубу с электричеством и подключили электричество в доме сейчас закапываем а пока экскаватор закат закапывает нашу траншею вот как раз видно как мы провели трубы может что-то сделали и неправильно но как сделали так уже сделали итак я вам расскажу про наши насосы ну пока он один насос вся штука в том что обычно нужен другой насос для колодца для подачи воды в дом но когда нам ребята сделали колодец они посоветовали нам купить дренажный насос джиликс потому что предполагалось что первое время у нас будет идти грязная вода и чтобы не испортить дорогой насос для подачи воды в дом они нам посоветовали купить вот этот дренажный насос ну и плюс ко всему уж очень у нас глубокий колодец бывает конечно и большее количество колец соседней он деревне по 25 колец стоят колодцы но все равно согласитесь 13 колец это немало так вот купили мы этот насос дренажный но у нас вода сразу пошла чистая и в этом году вот наши соседи которым одновременно с нами делали колодец они вызывали ребят чистить свой колодец потому что у них пошла грязная вода и мы когда подсоединяли свой насос в этом году мы очень нервничали переживали какая вода будет у нас не придется ли нам тоже вызывать ребят для чистки колодца и в то же время радовались что мы купили этот дренажный насос что в крайнем случае если пойдет грязная вода там по крайней мере сможем ей поливать этой грязной водой но к счастью у нас тоже так же как и в первый год после копки колодца также вот сейчас уже на следующий год была вода чистейшая с одной стороны вроде как хорошо но с другой стороны получается что мы могли изначально купить нужный для колодца насос но подключили то что было чтобы не тратить деньги и только когда дядя коля уже закопал эти ямы до меня дошло что мы теперь не можем вытащить и поменять насос потому что электричество мы провода ну чуть ли не спаяли то есть все он у нас уже не вытаскиваемый это если только обрезать провода да кстати вот наш малина наш можно сказать первый урожай ее пока еще мало но вполне себе хорошая и вкусная малина решила вам разнообразить кадры и показать наши урожаи так вот насос скорее всего через какое-то время нам придется менять и ставить другой не знаю нужно будет еще покупать автоматику для насоса в общем я как с карли то хара говорила подумаю об этом завтра сейчас трубы заведены я их начну утеплять ну ту часть которая под домом но нас кстати ждали сюрпризы как всегда без сюрпризов мы не можем после вот видите стоит вода прошел дождь и в нашу яму залилась вода но это еще мелочи жизни когда я приехала на следующие свои выходные там было целое море но об этом как-нибудь в другой раз также я еще не сдавала нашу воду на анализ но очень хочу нужно будет сдать на анализ посмотреть что покажут анализы вообще соседи наши сдавали и одни и вторые говорят что наша вода подходит даже для детских садов но там большое содержание железа поэтому скорее всего нужно будет ставить фильтры для воды вот как ставят в частных домах чтобы была очистка от железа если действительно будет много железа то с одной стороны это не очень хорошо потому что фильтры задерживающие частички железа стоит дороже чем стандартные фильтры и так траншеи под воду зарыли следующий пункт в нашей обширной программе это покупка насоса для колодца если вы знаете какой насос лучше купить для нашего колодца пишите об этом в комментариях всегда принимаем советы трубы для водопровода в доме я пока еще не покупала потому что считаю что еще рано об этом думать нам сейчас нужно достроить дом сделать в нем нормальные стены пол кое-что исправить вот с одной стороны даже хорошо что он у нас так отстоял уже считай два года два лета мы теперь точно знаем что нам нужно в нем подправить а мы хотели за одно лето дом поставить под ключ целиком буду ли я сама делать водопровод в доме своими руками я еще не знаю возможно вызову мастера возможно где-то буду паять сама водопровод будет из полипропиленовых труб а это уже наша теплица и наши помидоры как раз то о чем я говорила они просто сварились история такая человек который должен был открыть теплицу об этом забыл ну точнее он понадеялся на нас мы понадеялись на него по итогу мы попросили соседей прийти закрыть теплицу на ночь они обнаружили наши помидоры вот в таком состоянии ну и там же были огурцы видимо в этом году мы останемся без урожая вот посмотрите в каком состоянии наши помидоры кое-какие там остались помидорки в нормальном виде но так как у самих томатов фактически не осталось листвы да еще и наш питерский климат наше короткое лето я очень сильно сомневаюсь что томаты смогут нарастить опять зеленую массу и что они вызреют ну все вот это вот сухое вареное было отрезано мама там в трансе было чуть не плакала над этими помидорами ну собственно это и понятно она с января с февраля месяца высаживала рассаду растила их холила лелеяла а тут такая беда самое обидное что мы толком не успели снять не огурцов не помидоров они только-только начали поспевать были вот первые черрики поспевшие один я сняла и все и и все сгорело в общем мы были конечно в расстроенных чувствах у нас есть несколько кустов помидоров которые посажены в открытом грунте но практика прошлого года показывает что в открытом грунте они воспевать не успевают то есть наступают уже холодные ночи и начинается фитофтора и уже к сожалению ничего не сделать вот такие у нас дачные новости получились своем ближайшем выпуске я вам покажу как мы доделывали сарай как мы принимали крышу которую привезли и опять привезли не полностью все что мы заказывали оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал будем строить вместе